Все, поехали. Ну, сначала представляйтесь. Антоник Дмитрий Анатольевич, начальник центрального видео УДВС, жанра нашей службы. Дмитрий Анатольевич, ну у нас как бы стандартный вопрос, серия стандартных вопросов. Знаете ли вы о том, что Украина занимает первое место в мире по детскому пьянству, табакокурению, алкоголизму? Знаете ли вы о том, что у нас каждый день умирает два ВИЧ-инфицированных в Николаеве? Естественно. Знали вы это? Конечно, конечно. Где-то вы сталкивались с проблемой, вот этой проблемой детского, подросткового пьянства, алкоголизма? Да, с ней мы, наверное, все сталкиваемся. И на улице, и во дворах, и в подъездах. По работе мы меньше с этим сталкиваемся, потому что у нас категория исполнительных, скажем так, дел маленько другая, не связана с несовершеннолетними. А в быту и в обществе, естественно, мы все с этим сталкиваемся. Ну и самый главный вопрос, который мы сейчас как бы задаем, и если мы успеем на него, успеем. Почему успеем? Потому что осталось нам, по мнению честных врачей, честных милиционеров, осталось нам 10-15 лет. 20 уже, самые там прогнозы такие, 20 лет. То есть, если мы ничего делать не будем, мы, община, городская община, ничего не будем предпринимать. Как вы думаете, что нужно делать, что нужно предпринимать, какие действия нужно делать для того, чтобы... Ну, что делать? Делать, я думаю, оно не настолько на нужном уровне. В том плане, запрещено продажам, всем это известно, да, несовершеннолетним алкоголем, это пока, но контроль за этим, я так считаю, не на достаточном уровне. Реакция того же общества, когда наша, как вы говорите, община видит, что несовершеннолетние употребляют алкоголь, и никто им не делает это, в этом замечании. Вот это была основная проблема, что должно общество обращать на это внимание. А по поводу наркомании, да, это тоже относится? Мы не разделяем, вот наше движение, родители против наркотиков, мы не разделяем наркотики, вообще наркотик номер один это алкоголь, во всем мире как бы признан. Это вот еще наше государство, почему-то так гуманно считает, что наркотик это только героин. Нет, героин это уже наркотик номер два. Ну, значит, по наркотику номер два, я считаю, что надо более жесткие меры к лицам, которые употребляют наркотик номер два. Это и необязательно героин, любое наркотическое средство. И лично я слышал такое мнение, что наркоман считается больным человеком, они не считают этих людей больными людьми. Это заведомо человек идет сознательно на эту болезнь. Поэтому я считаю, что этих людей надо ограничивать, ограждать от общества, тогда будет меньше, и ужесточать наказание. А сам, абсолютно, если мое мнение, абсолютно с вами согласен. Более того, я их считаю вообще подонками. Те, которые ворнуются своего, ну, в общем, тут можно долго говорить. Абсолютно с вами согласен. Как вы думаете, мы можем что-то сделать на местном уровне, как бы не дожидаясь решений там правительства, не дожидаясь решений чего-то таких больших. Что мы можем сделать на местном уровне? На местном уровне? Ну, это как по наркотику номер один. Общество должно больше обращать внимание на то, что нас окружает. То есть, более взрослые люди на этих детей, которые употребляют спиртное, курят. Боятся делать замечания? Почему? Дмитрий Анатольевич, ну, сколько я людей спрашивал, как бы... А иначе, если общество будет различно относиться к этому, тогда наше интервью с вами это так. Просто разговор. Да. Мы говорим, что может сделать община. Вот община может сделать, если она будет реагировать на это. А если она не будет реагировать, толку не будет никакой. Вот сейчас штраф, ну, вы ждаете, наверное, да, ввели 6800 гривен за продажу детям пива, вина, водки, сигарет. Как вы думаете, будет работать этот штраф? Если он будет нормально контролироваться на нужном контроле, конечно, он будет работать. А наша задача уже, вот то, что касается нашей службы, заставить исполнить правонарушителя этот штраф. Я думаю, это будет существенно. Если предприниматель заплатит 6000 гривен за то, что он продал несовершеннолетнему пачку сигарет, я думаю, в следующий раз он не продаст ему. Ну, и пожелание, традиционно, как бы, пожелание нашему молодому движению, родители против наркотиков, мы, во-первых, сначала приглашаем вас, как бы, традиционно мы уже всех приглашаем в это движение. Оно не имеет у нас ни политических окрасок, мы билеты не выдаем, членские взносы не просим. Как бы, Гаркуша нас спросила, вы членские взносы выдаёте? Нет, мы не выдаём. Желание, чтобы цель, которую вы ставите перед собой, я так понимаю, ваша цель – сколыхнуть. Ликвидировать. Наша цель – ликвидировать. Ну, сколыхнуть, что сколыхнуть. Наше общество, я имею в виду. И все знают. Вы знаете, я думал, сначала, может, кто-то не знает. Все знают про эту проблему, все с ней сталкиваются. Ну, очень мало людей, я видел, слышал, которые говорили, что не знаем про эту проблему. Очень мало. Абсолютно разные социальные, и те, кто ездит на Мерседесах, знают про эту проблему, и бомжи, которые ходят. Бомжи, кстати, больше всех знают про эту проблему, потому что их эти банды малолеток ловят, бьют их до первой крови, смотрят, как они там… А общество смотрит на это безразлично. Все знают, да, ну, как бы общество смотрит безразлично. Абсолютно с вами. Успехов вам в вашем начинании. А со своей стороны мы постараемся приложить максимум помощи. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.